Полковник Захарченко Если кто забыл, полковник Захарченко это бывший в РИО начальник одного из управлений, главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. Три года назад его задержали по подозрению в коррупции. При обысках в его доме нашли 8,5 миллиардов рублей, еще иномарки, элитные квартиры в Москве, валюту на счетах и много чего еще. Все тогда недоумевали, откуда такие деньги? Ну и вот один из возможных источников, по мнению следствия, Захарченко мог обеспечивать прикрытие вывода из России более 250 миллионов долларов бенефициарами группы компаний 15-20. Это компания по проектированию и строительству железных дорог, она была крупным подрядчиком РЖД. То есть, экс-полковник не просто брал взятки, он фактически выполнял функции главы службы безопасности группы 15-20. Такая вот версия следствия. Ну, про компанию 15-20 буквально два слова. Один из ее совладельцев, Валерий Маркелов, задержан, другой Борис Уширович, арестован, правда, заочно. По данным следствия, бизнесмены выводили деньги из России в Молдавию. Вся преступная схема получила название «Молдавская прачечная». И до сих пор следствие изучает роль в этом деле молдавских политиков, в том числе проходящего пока свидетелем Ринато Усатова. Да, мы уже рассказывали про молдавский ландромат, как он устроен, чем интересен. По некоторым данным, с 2011 по 2014 годы с помощью вот этой схемы из России вывели 22 миллиарда долларов. Но тогда еще не было сведений о том, что к ней может быть причастен Захарченко. Ну, а я предлагаю сейчас показать хотя бы схематично, как уходили деньги и куда. Ну, оговорюсь еще раз, это версия источника следствия. Ну вот, собственно говоря, главные герои цепочки перед вами – Ринато Усатый, молдавский политик и бизнесмен. Группа компаний 15-20, бывший лидер Демократической партии Молдавии, один из богатейших бизнесменов страны Владимир Плохотнюк, ну и Дмитрий Захарченко. По данным источников РБК, Усатый сам тесно взаимодействовал с владельцами 15-20, бенефициарами преступной схемы. И именно он, как говорят следователи, познакомил их с Плохотнюком. Так родилась прачечная. Схема ее выглядела примерно так. Где-нибудь за рубежом создавались две компании-пустышки. Между собой они заключали фиктивный договор с займом. Ну, естественно, никаких денег в реальности никто никому не перечислял. Поручителями по долгу при этом выступала российская компания, которая тоже могла быть фиктивной, и обязательно гражданин Молдавии. Когда приходило время платить по векселю, выяснялось, что на счетах компании-должника якобы нет нужных сумм. Дело уходило в молдавский суд. А там уже все было схвачено. Купленный молдавский судья обязывал российскую компанию выплатить долг. Служба молдавских приставов обеспечивала взыскание. Деньги из России сначала уходили в Молдавию, а оттуда в швейцарские банки. Миллионы затем делились между всеми участниками схемы. Функция Захарченко заключалась в том, чтобы сопровождать весь этот процесс. Рената Усатый, как мы уже сказали, сейчас проходит по делу как свидетель. Но нашему телеканалу, кстати, он заявил, что все это неправда. Он не знает никакого Захарченко, как и группу компании «15-20». Я никогда не работал там. Ни одной секунды. С этими компаниями, которые вы указали, я никогда не был связан. Не то, что частично. Вообще никогда. Дальше, касаемо Захарченко. Захарченко, вы как журналист, наверное, его видели в суде. Я его никогда не видел. Я не знаю, кто этот человек. Я не был ни разу допрошен. Что все это значит? Насколько вот вся эта схема реальна? Сейчас будем обсуждать с гостем в нашей студии специальный корреспондент отдела расследований «Новой газеты» Ирек Муртасин. Добрый вечер, Ирек Муртасин. Можно без отчетов? Можно, спасибо большое. То, что дело экс-полковника Захарченко пересекается с историей молдавского лондромата. Для вас это удивительно вообще? Нет, для меня это удивительно только в том мире, насколько можно получить ответ на вопрос, какую траву курил автор этой реверсии. Потому что это абсолютный бред. Серьезно? Давайте тогда будем разбираться. Там Захарченко рядом не стоял. Кто такой Захарченко? Сейчас из него создали такого монстра, который решал там все вопросы, курировал там все, что можно курировать. Но Захарченко в то время был там майор, занимавшийся рыболовством и рыбоводством. То есть экономическим преступлением в своей вере рыболовства и рыбоводства. Которого, кстати, терпеть не мог сугробов. То есть у него были серьезные проблемы. Да, у Захарченко были хорошие друзья ФСБ, управление М, управление К. Если этот лондромат кто-то и курировал, это Черкалин, это Фролов. Захарченко там близко не стоял. А Захарченко, он появился в этой истории первоначально в фантазиях Германа Горвунцова, который, по моему твердому оценочному суждению, один из авторов, один из людей, кто и придумал этот лондромат молдавский. Он стоял у истоков молдавского лондромата, когда сбежал из России. Кстати, его предупредил Захарченко. Он был хорошо знаком с Захарчиком. Именно Захарченко его предупредил, что Гера, тебя сегодня-завтра арестуют по делу Антонова. Там как раз было покушение на банкера Антонова. Он выжил, началось уголовное дело, и Горвунцов был одним из подозреваемых. Эта история началась в 2010 году. Именно в 2010 году, кстати, Ренат Усатый как раз начал говорить, ребята, вы что творите? Вы беспредельничаете. Он это говорил публично во время пресс-конференции. То есть это одного из разоблачителей этого молдавского лондромата вдруг называют там причастным. Ну, я не знаю. То есть, на ваш взгляд, то, что мы сейчас услышали не так давно в эфире, это правда из уст молдавского политика и бизнесмена Рената Усатого? Нет, то, что вот говорит Ренат, это правда. Нет, я не знаю, знаком ли он там Захарчик, я не знаю, работал ли он в 15-20, но вот то, что он говорит, что он не причастен к этому, я ему верю. Хорошо. В таком случае... Я даже знаю, почему начали подтягивать к этому делу Усатого. Почему? Я давно занимаюсь расследованием убийства основателя фирмы партии Александра Миннеева. То есть парня убили, его активы захватили. И вот в процессе расследования там много вещей всплыло. В апреле этого года звонок. Ренат Усатый по видеосвязи показывает мне документ, от которого у меня там волосы дымом стоят. Я говорю, слушай, дай. Он говорит, прилетай. Я вылетел в Румынию, мы встретились, он мне передал этот документ. Это было письмо Ирины Миннеевой, адресованное Путину, на котором была резолюция президента Бортникова разобраться, провести расследование. И это письмо через три дня после того, как оно оказалось в ФСБ, попало в Лондон Горбунцову. Как? Вот этот вопрос мне тоже интересен. Как оно попало в Лондон? А зачем начали подтягивать тогда к этому делу Захарченко? И вот после того, как это письмо было опубликовано в новой газете, у Усатого, как человек, который, в общем-то, организовал утечку этого письма, начали серьезные проблемы. Тут начали его объявлять в розыск, потом оказалось, что это липовый розыск. Потом он думает, о, а давайте к Захарченко его подтянем. Хотя у генерала Чернышева, который ведет это расследование, да, из СКР, у него сегодня главная проблема, объяснить, откуда эти 8 миллиардов в квартире Захарченко. Объяснений нет. Эти деньги, они не веждок по уголовному делу. Захарченко приговорили совершенно по другой теме, то есть за дисконтные карты, за то, за что, в принципе, даже, ну, не журят, но могут сказать, слушай, ты так больше не делай. То есть человек там на 500 тысяч наел там за сколько-то лет, ему за это дают 13 лет. Ну, совершенно абсурдный приговор, конечно, да. Дело в том, что 8 миллиардов в рублевом эквиваленте, хотя там на самом деле миллионов рублей-то было мало, там в основном были доллары и евро. Происхождение этих денег до сих пор нет. Точнее, люди, скорее всего, знают, что это за деньги, но общество этого не знает. И у генерала Чернышева стоит задача объяснить обществу, откуда эти деньги. О! Горбунцов прислал бумагу, что, оказывается, там ему по два... Ну, смотрите, Ирак, на чем-то же должны быть источники РБК, которые знакомы с ходом следствия, сообщают о том, что подозрения на Захарченко падают. Так я говорю на чем основном? А на шаг, гашиш, кокс в Москве легко достать. Страшно, я спорю, но будем надеяться, что все... Это все, на самом деле, не очень-то и так все происходит. Другого объяснения я не нахожу, просто я давно занимаюсь этой историей, давно с теми, и вдруг появляется источник, который, ну, выдает информацию, не основанную ни на одном факте. Вот даже начать с того, что, как сказал мне один генерал СКР, что уровень полномочий Захарченко, он никак не соответствует тем делам, которые он якобы решал. Это был младший офицер, капитан-майор, у которого, ну, не было возможности просто. Он не имел никакого отношения к банковской сфере, то есть он не мог там решать какие-то вопросы. Он мог там, не знаю, участковому позвонить, там, пословому сказать. Хорошо, давайте забудем тогда про Захарченко, и по вашей версии, как бы, он здесь совершенно ни при чем. «Новая газета» давно следит за всем тем, что происходило в Молдавии, за всей этой прачечной. В 2014 году статья «Ландромат» вышла, я с ней сегодня с большим удовольствием и интересом ознакомился. Какие-то новые штрихи, вот с тех пор картина приобрела, что-то новое стало известно про то время? Читайте новую. В ближайшее время будут некоторые подробности, связанные с Плохотняком, с Горбунцовым, в общем-то. Вот это два персонажа, которые, в общем-то, занимались этим «Ландроматом», который как раз создали, проводили. Понятно, что без серьезной поддержки, без крыши в России не смогли бы они работать. Но мы, опять же, забываем, что такое «Ландромат». Постоянно рисуют такие цифры. Огромные деньги там выводят из страны. На самом деле «Ландромат» — это две трубы. То есть и туда, и оттуда. Это механизм обналичивания. Ведь в 10-е, 11-е, 12-е годы на рынке «Абнала» нужно было в России обналичие деньги, там 5-6% надо было отдать. Когда прогоняли через трубу, вот эту гнали в Молдавию оттуда, там в западные банки оттуда уже, или из Германии, или из Дубая. То есть, ну, что тебе надо? То есть, если евро — это, значит, это, как правило, было в Германии, если доллары — это из Арабских Эмират, привозили в Россию наличными уже. То есть туда уходил Безнал, оттуда приходили наличными. И вот эти короли обналы, там, Мязин, Мягин, Курин, у них была ставка. Процент, процент и 0,2%. Все. И нормальные коммерсанты, бизнесмены, что они выбирали? Отдать 1%, чтобы прогнать по этой схеме, или же отдать Москве 5% за ту же работу? То есть, когда речь идет про сотни миллионов долларов, конечно, все выбирали ван драмат, в трубу. Не очень много вам рассказали секретов из новой статьи «Новой газеты», да, очевидно. Ну, значит, почитаем. Спасибо большое, что пришли, поделились своей точкой зрения. Это, как Муртазин, специальный корреспондент отдела расследований «Новой газеты». Мы говорили о молдавском он драмате и причастности или непричастности к этой истории экс-полковника Захарчика. Да, версий несколько. Спасибо большое. Хорошего. Спасибо.